Друзья, здесь на выставке представлено огромное количество экспонатов, посвященных рынку аддитивных технологий. И я сейчас хочу вас познакомить со своим старым приятелем, нашим давним зрителем, человеком, который знает про рынок аддитивных технологий, если не все, то очень многое. И сам является одним из создателей компании, которая производит сканеры для 3D-сканирования. Мы про них еще тоже расскажем. Яков, рад приветствовать. Добрый день, Евгений, рад тебя видеть. Так, ну никто лучше, чем ты, не расскажет нам сегодня о тех российских участниках выставки, которые функционируют на рынке аддитивки. Спасибо за лестный комментарий. Возможно, кто-то и расскажет, но я давно связан с аддитивными технологиями. Я их люблю всем сердцем и душой, а российских производителей люблю еще сильнее. Вот Сергей, компания PIT3D, город Набережной Челны, единственный в России уж точно, в мире один, наверное, из немногих совсем, производитель FDM принтеров пятиосевых. Пятиосевая печать. Сейчас симуляция запущена, позволяет печатать детали сложной формы без переходов. В данном случае еще старый софт был, но и сейчас отпечатается без таких швов, без поддержек, что позволяет и материал экономить, и постобработку, и качество деталей получать выше, чем детали с поддержкой. Сейчас в разработке также большой FGF принтер промышленный. 600 на 600 на 600 ребята активно развиваются и в этой сфере в своей. Мы сейчас на одном из стендов компании F2 инновации. Это пермский производитель FDM и FGF промышленных машин, которые печатают полимерными материалами, прутком и гранулами. В данном случае это машина Quart. Установлено более 20, по-моему, машин. Ребята подробнее расскажут. Преимущество всех машин и в два инновации всех принтеров в том, что это высокотемпературные принтеры с индукционным нагревом головки. 3 секунды до максимальной температуры в 550 градусов. Контроль температуры расплава, поддержка температуры в камере. Это позволяет печатать конструкционными материалами, такими как PIC, полиэфир, эфиркетон и ультем и подобными. Плюс с композитными материалами. Огромное применение и много примеров по использованию этих машин ребята нашли для себя в авиационной отрасли. Они печатают в том числе большие оснастки. Довольно грубая печать, потому что это печатается гранулами, большим экструдером. Потом заготовка зеленая, так ее назовем, ставится на ЧПУ станки, позиционируется и выфрезеровывается уже под выкладку различных композитных деталей. Стеклоткани, углеткани, аромидные ткани. Вот в данном случае пример, как это работает. То есть уложена ткань, жертвенные слои, вакуумный мешок. Здесь жвачка, ее в простонародье называют. Подключается, соответственно, вакуум, дается давление, подается смола и протягивается через эти все материалы. И получается деталь. Вкратце, композитчики более подробно расскажут. Дальше, с правой стороны у нас ассоциация аддитивных технологий. Здесь у нас представлена компания OneSynth. Несколько лет назад ребята вдвоем грустно стояли с одним небольшим принтером, который печатает по технологии SLS селективное лазерное спекание полимерных материалов в данном случае. Из порошка пластикового нейлона печатаются готовые изделия методом спекания лазером. То есть слой за слоем подается порошок и по контуру слоя спекается лазером. За несколько лет ребята отладили производство своих принтеров SLM-технологии сплавления металлического порошка. Вот сейчас такой принтер печатает. Там металлический порошок и он сплавляется лазером. Слой за слоем подается материал, разравнивается ракелем и, соответственно, печатается. Есть российские производители порошка, есть и иностранные производители порошка. И, как мы видим сейчас, весь стенд заполнен этими машинами. И здесь, в принципе, в павильоне еще можно найти несколько стендов, где представлены машины OneSync. Дальше. Здесь небольшой стенд российского производителя материалов для FDM-печати, полимерных материалов. Компания REC, давно известный на рынке. Это ТПУ, то есть мягкий материал, резиноподобный. И различная сравнительная таблица материалов. Здесь отфрезерованная, напечатанная деталь. Ну, компания REC давно известна среди 3D-печатников и хороший проверенный поставщик материала. Рядом с нами, ну, ребята сканируют, показывают сканер. Не российский, к сожалению. А интересная машина, которую они сканируют. Это SLM-принтер, такой же, как у OneSync, но разработки компании Amtech. Это новый игрок на рынке российских именно производителей. Но еще перед Новым годом они запустили только самую первую свою машину. Причем программное обеспечение они тоже разрабатывают самостоятельно. А рядом с ними еще один производитель SLM-принтеров, который уже несколько лет на рынке со своей самой популярной машиной. 3D-LAM компания, компания МиниПро, машина МиниПро. В данном случае также печатает прямо на выставке. Сплавление металлического порошка. Вот образцы. На этой платформе печатается деталь. Потом срезается с поддержек. Поддержки удаляются механическим образом. Платформа шлифуется и дальше идет в работу. Различные примеры деталей, напечатанных, но это на маленькой машине. В том числе кронштейн, разработанный методом так называемой топологической оптимизации. Когда есть готовая деталь, берется форма, которую нельзя изменять. И программным методом прогоняется через расчеты, чуть ли не в нейросетях. И предлагается такая ажурная конструкция, которая держит нагрузки именно там, где необходимо. Оно весит в разы меньше. И, соответственно, материал для печати также используется в разы меньше. Это, несомненное, преимущество аддитивных технологий. Печать вот таких конструкций, которые никаким другим методом практически невозможно изготовить. В том числе подвижных конструкций. Но мы дальше на других стендах сейчас посмотрим еще, как это выглядит. 3D-LAM на многих стендах здесь представлен. Главное, у них свой большой стенд здесь есть. Дальше крупные игроки. Росатом со своей машиной Росмелт. Также SLM-печать. Дальше слева интересный стенд. Морской университет Санкт-Петербургский. И компания Элист. Институт лазерных технологий. Они уже много лет разрабатывают и производят машины лазерной наплавки металла. Прутком и порошком. Печатают большие детали. Потом их дорабатывают уже методом фрезеровки, обработки различной. Глеб Туричин, руководитель непосредственно ребят. Вот такой мужчина. В данном случае идет как раз наплавка и печать детали. Красный фон защищает глаза от излучения, сварки. А печать сейчас прутком идет. Прутком. Проволочная печать сильно быстрее, ну не то, что прям сильно быстрее, чем порошковая. Но качественный пруток гораздо дешевле, чем качественный порошок. Потому что произвести порошок очень сложно. И выход годного материала очень низкий относительно прутка, например. Из бронзы различные сплавы, металлы. Далее это обрабатывается механическим путем. Также я подозреваю, что есть композитные машины. То есть когда слой за слоем. Ну в мире такие существуют. Когда слой печатается или несколько слоев печатается. Потом фрезер обрабатывает. И потом следующие несколько слоев печатаются. Ну по крайней мере у японцев такое было. Не знаю, может быть и наши ребята такое в эту сторону двигаются. Вот детали вообще без обработки. Качество печати очень хорошее. Высота слоя небольшая. Не знаю, что за деталь. Это похоже на какой-то бак. Возможно для космической отрасли. Ну и кстати не такой тяжелый. Вот я его одной рукой держу. Что за материал, ребят? Титан. Ну да, это титан. Поэтому я и держу его одной рукой. Потому что вот здесь у нас водомет. Тоже без обработки. На одной из выставок его печатали прям массово. Вот эту штуку сканировали как-то на одной конференции. Я ее сканировал. Выступал там с докладом по сканерам. А вот это какая-то сталь. Она очень тяжелая, но с обработкой. Здесь показаны внутренние каналы. Это преимущество послойной печати. Ну и 3D печати в принципе. За спиной у нас компания Zias Machinery из Барнаула, по-моему. Производят принтеры, которые печатают по технологии биндер джеттинг песчаные формы для литья. То есть стержни для литья. Здесь это российский производитель. Здесь представлены собственно формы. Это отливки по вашим формам сделаны? Да. Вот представлены отливки. Это похоже на головку блока цилиндров. Это похоже тоже что-то подобное, но распиленное, чтобы показать внутренние каналы. И различные элементы стержней формы, из которых собирают в итоге форму и по ней отливают уже металлические изделия. Масса примеров на стенде за спиной у нас. Ну можно, наверное, к машине подойти. Вот замечательный бегемотик. Это похоже на алюминий. И, наверное, тоже в вашу форму. Импеллер, отлитый в песчаную форму, напечатанную на российском принтере. И наверняка российским алюминием. И, собственно, сама машина. То есть у нас есть бункер, в который подается песок слой за слоем. И печатная голова, как обычный принтер, струйным образом смачивает. Это непростой песок. Он замешан там, по-моему, с утвердителем. Возможно, я что-то путаю, так как я же не печатан на таких принтерах. Но специальный кварцевый песок замешивается с утвердителем. И смолой печатная голова методом нанесения капельным наносит слой. Потом, соответственно, она отъезжает, наносится следующий слой. И так слой за слоем. Потом бункер развлекается. Весь несвязанный песок удаляется. Заготовка зачищается, обмазывается антипригарными покрытиями, собирается в форму и уже отдается литейщикам. Формы такие одноразовые, но скорость производства колоссальная. То есть условный двигатель внутреннего сгорания, какой-нибудь картер, от модели до готовой к литью формы не больше недели проходит. Ты не знаешь, насколько вообще эта технология уже проникла в металлургию? Сейчас очень активно проникает в российскую металлургию, в российскую литейную отрасль. В мире активно используется последние лет 10, наверное. Такие производители европейские, как воксель или американские воксельджет, X1 и китайские, там, FHZL. Ну вот китайских машин за последний год, наверное, штук 20 в Россию поставлено. Здесь у нас стенд лазерных систем. Это производитель различного оборудования из Санкт-Петербурга. В данном случае это SLM принтеры, то есть Selective Laser Milking, с английского селективное лазерное сплавление металлического порошка. Судя по всему, машина продана. Это самая большая машина у ребят. Я не знаю работ, размеры, но принцип такой же, как и у предыдущих машин. Просто другой производитель. Я могу насчитать, наверное, уже 6 производителей российских металлических машин для печати по технологии SLM. Средняя машина и маленькая машина. Кстати, она сейчас печатает. Извините, пожалуйста, можно? Ну вот, так же печатают прямо на выставке. Так же платформа, подача материала. Видно, что искорки улетают в сторону. Это воздух. Он подается с одной стороны и затягивается в другую, чтобы пригара не было, чтобы убрать сгоревшие частицы, более качественную печать получить. Здесь у нас на экране демонстрируется, что происходит в камере. То есть там камера стоит. Здорово. Вот мы снова подошли уже к полноценному стенду компании F2 Инновации Пермскому. И здесь большой принтер. FGF печать гранулами. Прямо на выставке печатают заготовку будущей матрицы. Размер 4х2х2 метра. И так как я знаю владельца компании, на сегодняшний день меньше, чем за год, наверное, или за полтора, 14 таких машин у заказчиков и все они работают. И дальше производятся и, соответственно, будут поставляться заказчикам. Огромное применение нашли в авиационной отрасли. Вот, собственно, заготовка, которая была напечатана на принтере. Потом ее установили на фрезерный станок. Нашим сканером, кстати, отсканировали, спозиционировали и запустили фрезеровку. И в чистовую получили готовую матрицу. И это, скорее всего, композитный материал. Не просто пластик, а пластик с добавлением углеволокна. Он более прочный, более стойкий. И, соответственно, по ней уже делают различные детали. Дальше у ребят представлены машины поменьше и различные материалы, которыми они печатают. То есть это и резиноподобные ТПУ пластики, и все это отечественные материалы, и различные прозрачные ПЭДЖИ, то есть на основе, как бутылки, полиэтилен. Также вот у нас напечатанная деталь, отфрезерованная, а вот склеенная по ней деталь из углепластика, возможно, даже российского компании Umatex. И вот можно услышать, что это так называемый давленный сухой карбон. Звучит как стекло, как керамика. И тоже ТПУ пластик. Такое ощущение, что сейчас напечатать можно вообще практически все. В принципе, можно напечатать практически все. Будет ли оно отличаться от классически изготовленного изделия, тут большой вопрос. Но все печатать не нужно. Нужно печатать изделия, которые невозможно изготовить обыкновенным методом. Либо улучшать характеристики за счет того, что можно печатать различные каналы охлаждения, внутреннее наполнение. То есть, чтобы печатная деталь была не просто копией деталей обыкновенной, а чтобы несла в себе все преимущества 3D-печати. Хотя, если мы говорим про мелкосерийное производство, конечно, печать очень сильно выигрывает. Вот мне тут коллега поделился, как компания... Могу рассказать? Давай так. Коллега поделился, как одна крупная металлургическая российская компания. Одна крупная металлургическая компания окупила металлический 3D-принтер одной деталью. У них вышла из строя какая-то технологическая большая установка. И за одной детали, которой ждать 3 месяца, установка должна была простаивать 3 месяца. За одну неделю эту деталь спроектировали. Возможно, даже отсканировали и спроектировали. Отпечатали, обработали на обрабатывающем станке каком-то и запустили в работу установку. И тем самым уменьшили простой установки с 3 месяцев до одной недели. Совокупная прибыль, полученная за это время, окупила SLM-машину, которая стоит несколько десятков миллионов рублей. И в этом преимущество 3D-печати как раз. А мы подошли к стенду Амтех-компании. Здесь не все оборудование российское. Но тем не менее, вот, например, Евгений Копылов, генеральный директор компании SPIN. Это, привет, Жень, это дочерняя компания, компания Амтех. Евгений руководит центром аддитивных технологий компании SPIN. У них есть все технологии печати в своем центре на Тимирязевске, в Москве. В том числе и машина электронно-лучевого сплавления. 400 миллиметров высота. Это протезы верхлужной впадины. И они вот напечатаны за раз. Здесь их, я не знаю, сотня. 136 протезов. Рядом стоит Антон. Он заведует керамическим направлением. И вот на этом керамическом принтере печатаются детали российскими материалами. Керамические заготовки различные. Ну, я уже упоминал про Амтех, но это вот непосредственно их стенд. И, соответственно, также их машина, которая сейчас печатает. Один из ключевых разработчиков, Павел Ладнов, в прошлом работал в немецкой компании инженером. Но немецкая компания с рынка ушла. Паша без работы не остался. И теперь является производителем российских SLM-машин и российского программного обеспечения. Вот. Данная машина еще печатает. Еще печатает. Можно снять камеру. На данный момент печатает нержавеющим материалом, но ребята сейчас проводят отладку печатью селумином, алюминиевыми различными материалами, титанами. Это не быстрый процесс, но очень нужный в стране. И здесь представлены образцы, как раз напечатанные на данной машине. Классические платформы построения. И детали специально распущены, чтобы показать наличие внутренних каналов различных. И различные структуры печати. Это просто образцы. Соответственно, за спиной находится машина МГБ, Metal Binder Jetting. Многие считают, что за этой технологией будущее, потому что она в разы быстрее и позволит именно промышленно печатать металлические изделия. Она сейчас не печатает, но смысл в том, как и печать песком. Металлический порошок смачивается связующим составом. Получается зеленая заготовка, которая в дальнейшем обжигается. Под давлением, возможно, как-то обрабатывается. И можно массово печатать металлические изделия. И очень быстро. Сейчас мы подходим к части стенда, где представлены песчаные формы, которые печатаются на принтерах FHZL. Компания Amtech и i3D являются поставщиком этого оборудования. Это китайские принтеры, которые очень хорошо себя зарекомендовали и печатают песчаные формы. И очень важно упомянуть, что совместно с китайскими партнерами компания Amtech в этом году наладит производство этого оборудования в России. И будет еще один производитель отечественного оборудования, пускай при поддержке партнеров, но куда без этого. Международную кооперацию никто не отменял. Здесь представлены сканеры, в данном случае компания Amtech. И за спиной у нас огромный стенд компании 3D-LAM. Их принтеры мы уже проходили. В данном случае здесь половина машин уже продана. Они действительно сделаны в России. На 85% российские комплектующие. Это производители, опять же, SLM-машин селективного лазерного сплавления металла. Различные детали, которые печатаются на их машинах. Ажурный корпус беспилотника. Рукоятки для авиации. Какие-то кронштейны с методом топологической оптимизации спроектированные. Сопловые аппараты. Различные материалы печати. Нержавейка 316. Ну, здесь нержавейка. Здесь не знаю, что это такое. 648. Никель, содержащий инконнель 718. Высокотемпературный сплав. Просто деталь не удаленная с платформы. Как это выглядит. Поддержки все механическим образом удаляются. Все, как всегда, в 3D печати металлом. Еще одна проданная машина. Снова образцы. Пример. Пример печати импланта. Такие импланты проектируются полностью. Повторяют кость. Проектируются по КТ. Компьютерной томографии. И очень сильно ускоряют операции в медицине. Потому что имплант четко подходит. И не требует какой-то серьезной подгонки. Что сокращает время операции. И, соответственно, крайне положительно влияет на жизнь пациента. А также вот протезы, которые мы видели в EBM печати. Это верхняя часть. Это нижняя. Ну, как-то так они соединяются. Мы обошли основную часть экспозиции по аддитивным технологиям. Не все производители здесь представлены. Не все входят в ассоциацию. Посмотрим, что будет в следующем году. Вообще, честно говоря, за последние 10 лет, которые я на эту выставку хожу или участвую, это самая большая выставка, несмотря на уход европейских и других производителей с нашего рынка. В этом году самое большое количество экспонентов. Заняты все места, которые я раньше даже представить не мог, что там можно стенды поставить. И мы возвращаемся туда, откуда начали. К стенду Сколково, на котором в том числе представлена наша компания. Компания ScanForm. Мы три года на рынке производим ручные сканеры с лазерным подсветом. На текущий момент более 1100 сканеров нашли свое применение в 16 странах, несмотря на санкции. Пока что у нас одна модель, старшая модель в разработке. И обновленная модель будет. И мой коллега Илья Крупенников, наш исполнительный директор, собственно, консультирует клиентов, пока я провожу вам экскурсию. Наш сканер показывать в работе сейчас не будем. Его и так все знают уже на российском рынке. А кто не знает, увидит ваше видео и узнает. Подожди, ты мне объясни простую вещь. Ты говоришь, компания существует три года. Да. За три года вы не просто продали, вы создали и продали больше тысячи сканеров. Скажем так, четыре года назад я познакомился с нашим генеральным директором в интернете. И мы с ним пообщались один раз по скайпу и решили создать свою компанию. На тот момент у Романа уже были наработки. Четыре года разработки собственной данного устройства. И еще за год мы допилили его до работающего образца. Полноценно, полностью изменили программное обеспечение благодаря Роману. Он колоссальный специалист и программист. Наш генеральный директор пишет программное обеспечение. Вот. Соответственно, мы склотили небольшую команду из четырех человек. Сейчас у нас работает 12 человек в компании. Производство находится в Кемеровской области, в городе Новопознецке. А мы, офис, как говорится, продаж, мы участвуем в выставках. Я езжу под предприятием, занимаюсь запусками нашего оборудования, тестированием в том числе. В Москве у нас три специалиста. То есть я, Илья и наш инженер, его сегодня нет, он сейчас заканчивает университет Станкин. У него в этом году диплом. То есть это такой, получается, классический стартап. История практически из хобби выросла уже достаточно серьезная компания. Мы с Ильей имели опыт работы с иностранными профессиональными сканерами, с их программным обеспечением. Мы понимали потребности конечных клиентов. А Роман разработал свое устройство. Совместно наша коллаборация родилась в компанию Scanform. Мы тут же стали резидентами Сколково. Сколково нам помогает участвовать в выставках, в рекламе. Ну и, естественно, какой-то налоговой нагрузки снижается на нас. И мы, соответственно, занимаемся производством своего оборудования. Любим свое дело и надеемся дальше им заниматься. Классно. По соседству... Вот просто хочу обратить внимание, ребята, это еще одна история, которую мы очень любим. О том, как в России люди сделали технологичную компанию просто с нуля на голом энтузиазме. И сейчас участвуют в таких серьезных выставках, продают по всему миру свое оборудование. И это еще один привет передаем всем тем, кто говорит нам, что вот в России невозможно, что все уже давно куплено, продано, что никому еще не нужно. Среди наших пользователей, как крупные холдинги, Transmash Holding, куда входят Брянский машиностроительный, Коломенский машиностроительный и другие заводы. Компания «Северсталь», компания «Сибур», компания «Илим», которая производит бумагу-светокопии. Различные производители мебели, фанеры, частные клиенты, которые занимаются установкой двигателей внутреннего загорания, японские в немецкие автомобили, просто какие-то частные небольшие компании, более 35 университетов, техникумов и учебных учреждений, различных учебных центров. Я могу бесконечно продолжать. От Калининграда до Магадана, до Владивостока и Сахалина во многих городах есть наше оборудование. Кстати, наш сканер, самый недорогой сканер, внесенный в реестр средств измерения Российской Федерации. Также может использоваться как измерительное оборудование, в частности, на литейных предприятиях активно используется, для контроля отливок, для контроля форм, сварных конструкций, ну и каких-то конструкций, где не нужно ловить, там, не знаю, 10-20 микрон по точности, наши сканеры активно используются, в том числе и для обратного проектирования, это самое активное, для чего они их используют. Собственно, на этом мои компетенции закончены. Широчайшие компетенции, спасибо за экскурсию, интересно познавательно. Спасибо большое, Евгений, и спасибо за ваше дело. Будем ставить лайки, смотреть видео и подписываться на ваши каналы. Субтитры создавал DimaTorzok